Друзья мои, меня зовут Георгий, фамилия моя Гаврилов. Я 20 лет работаю в Нью-Йорке, иногда работаю в Москве. Снял там какое-то количество картин. И хочу просто в общем обсудить ситуацию, который мне кажется вопиющий. У нас выпускают массу артистов, и ничей вины в этом нет. Просто так устроена система. Поскольку артист театральный, к сожалению, считался всегда важнее. Должен быть обучен театру, он должен знать систему Станиславского, должен знать все прочие системы. Но почему-то кино никогда его не обучал никто. И технической стороне дела, на которое как раз хочу акцентировать сегодняшний разговор, совсем не уделяли внимания. Поэтому вот взаимоотношения на площадке с технической частью кино под названием камера, свет, звук и так далее, и есть основа сегодняшнего разговора. Вообще с того, что всех очень интересует, что же такое кастинг. Вы получаете разрезки, так называемые. В России это почему-то называется разрезки. Потому что берется сценарий, его режут. Из него выдергивают кусок. Этот кусок является той сценой, которую вы пришли читать. Вот у вас там три страницы текста, вы его приносите, с ними, значит, начинаете жить. По-хорошему, по тому, как должно быть, вы должны получить заранее. То есть, заранее. Что, кто, время, год. Примерно, какой персонаж. Максимально мягко, но и корректно вытащить эту информацию для вас важно. И в пробе убедить, дать то самое, чего нужно. Вот она дала. Как она это сделала, мы не знаем. Это в ней. Настоящий. Как тебя зовут? Матильда. Мне жаль твоего отца. Если бы они не убили его, я бы сделала это сама. А мать она... Она не моя мать. А моя сестра, она хотела похудеть. Теперь у нее получится. Кроме того, она мне не сестра. Просто половина. И не лучшая половина. Если ты их не навредила, почему плачешь? Потому что они убили братика. Он им ничего не сделал. Ему было 4 года. Он никогда не плакал. Он был такой ласковый со мной. Всегда. Значит, очень важная вещь, крупность. Для того, чтобы понять, как это играть, важна крупность. Камера, техническое устройство, за которым стоит человек, и ваше лицо. Либо полный жест, либо ноги, либо все остальное. Каким местом вы работаете? Какая пластика в этот момент включена? Вы не знаете. Только камера знает, какая крупность. Значит, оператор для вас, особенно для девушек, самый главный человек на площадке. Спилберга не все видят на площадке. Даже артисты, которые снимаются в одном фильме, у него. Ваш партнер может не находиться на площадке. Вы вообще можете снимать эту сцену отдельно. Вообще не факт, что они два человека в кадре друг друга видели в этот момент. Потому что Петров приедет в четверг. Давайте снимем, Сидорову. Сидорову, идите сюда. Ваша задача не только сыграть эту историю. Ваша задача еще себя продать. Себя. На будущее. Это, во-первых, энергия, во-вторых, концентрация. Дальше технические расположения. Давайте посмотрим сцену. Из моего любимого фильма под названием «Почтальон звонит вас». Дальше технические расположения. Что такое диалог на сцене в кино? Диалог на сцене – это вы всегда на сцене, а зритель всегда в зале. И вы для него, для 17-го ряда играете. А здесь вот камера, вот вы, вот партнер. Вот в чем отличие. Поэтому технологическая съемка происходит по методу восьмерки, так называемой. Самый простой способ. Значит, это несколько крупностей. Общий план, средний план, крупный план, очень крупный план. Деталь. Или мастер. Мастер. Или мастер-шат. Или общий план. Двойной кадр. Двойной. Это два человека в кадре. Вот так снимаются. В России говорят, укрупнение. Укрупнение. Или восьмерка. Значит, есть вот такой вариант. На одного человека. Да? Да. Да. Вот такой вариант. Такой же вариант в обратную сторону. Есть укрупнение, замытое, то есть скрупным планом, человек, который говорит. Это может быть что угодно. То, что дает второму актеру, то есть партнеру, партнеру, да? Посыл на им какую-то реакцию. Абсолютно точно, да. Очень важно в самом начале сцены определиться, понять. И если вы это приняли, то дальше вы уже не можете менять ситуацию. Это называется Continuity. Она называется по-другому правило 180 градусов. Любые два актера, как только они располагаются в кадре, между ними разникает ось. Одна из ваших задач, это определить свое место на площадке. Я имею в виду и в переносном смысле, но и в первую очередь в прямом. То есть географически попасть в систему координат, которые существуют на площадке. Что это значит? Это партнеры, свет, камера. Я всего лишь прошу купить у меня это кольцо. Мне нужно всего 8 тысяч. А я тебе говорю, предоставь ему тому, кто может поверить, что он оригинальный. Кусек? И еще раз поправочка. На руку говорим это. И начали. А я тебе говорю, предоставь его тому, кто может поверить, что он оригинальный. Кусек? Знай. Лауренсио мой. Как твой? Он мне принес любви и обеты. Так, какие предложения? Теперь можно эту историю еще раз сделать, только уже без Лауренсио. Давайте. Приготовились. Внимание. Начали. Знай. Лауренсио мой. Как твой. Он мне принес любви и обеты. Я скажу тебе, что надо делать, колоть будешь ты. Не-не-не-не, колоть будешь ты. Я не буду делать укол. И я не буду делать укол. Я никогда их не делал. И я тоже никогда не делал. И не собираюсь начать. То есть, вот камера снимает двойной план. Актер может сам выйти на крупный план и вернуться на свою точку. Ровно как и этот человек, тоже самое может сделать. Вот это все вещи, которые вы должны знать, думать об этом. Разводя сцену режиссером или как бы делать свое предложение. Репетицию начали? Ну что стоишь вмазывай? Я не могу. Я этого ни разу не делала. А ты что твоих вмазывала? Ты не умеешь? Нет. Крестик, а я это сделаю. Я не могу уйти. Я стою на точке. Вторая точка. Ну давай уже маркет. Да не могу. Подожди, дай соберусь. Начали. Кстати, если хочешь услышать ту шутку из фильма. Ты знаешь, я сейчас, наверное, не расстроена смираться. Да ты не будешь, она не смешная. Но если ты вдруг хочешь, я могу рассказать. В общем, шли три помидора. Помидор отец, помидор сын, помидор мама. И вот помидор сын отстает, и папа подходит к нему и говорит. Ну что ты отстал? И кидает на бой. Давай, веди кемчук. Смотрите, вот этого не было. Он это придумал на площадке и так держал паузу, что сделали крупный план, и на этом вся сцена окончилась. Ну что? Наверное, все, да, на сегодня? Спасибо большое. А как раз, да, к следующему разу? К следующему разу хочется отрывки, да. Спасибо.